Субтитры сделал DimaTorzok Так что я думаю это идеальный топ как обычно Царские комментарии в левом нижнем углу Чувачки которые прислали мне треки для этих видео Спасибо вам большое в правом нижнем углу И собственно бро Не будь таким как все А по большей части все так делают Пишут коммент, ставят лайк, но забывают подписаться Это выглядит вот примерно вот так И это не круто Так что обязательно поставь лайк, подпишись Расскажи друзьям и напиши годный комментарий Чтобы он попал в царские комментарии Это в принципе не сложно Как обычно топ комментарии в конце видео Так что все чуваки не буду вас больше задерживать Погнали к видео А перед началом видео я бы хотел Передать привет Юрию Якубову, Паше Субботу И Брюсу Бэннеру Да, спасибо вам ребят за то что репостнули данный видеоролик Не забывайте что если вы репостните просто Из моей страницы вконтакте видеоролик Себе на страницу то изи получите привет Так что репостите, а мы начинаем Open Season Чуваки, бросайте все свои двухстволки, снайперские винтовки, дробаши Следующий сезон охоты вы проведете на стороне жителей леса И поверьте мне, они способны на довольно таки много И они не просто беззащитные животные, которых можно убить Они способны на очень большие вещи Вы узнаете какие они в ярости и что они способны сделать Игра создана по одноименному мультфильму, который тоже называется Open Season Или Season Ну в общем то, мой английский Very Good Игра вышла в 2006 году И я определенно советую поиграть людям, которые знают этот мультик И те, кто не знают этот мультик Игра достойная И понравится, я думаю, аудитории, которой там 10-11 лет Ну постарше тоже может понравиться Так что скачайте все на ваше усмотрение Представьте себе на секундочку Если компания Mojang, кто не знает, которая создала Майнкрафт Компания Electronic Arts Создатели Battlefield создадут игру вместе По-русски получится игра под названием Ravenfield Ни в коем случае не хочу обидеть эту игру Это очень достойная игра И боже упаси, чтобы когда-нибудь Mojang и Electronic Arts создали что-то вместе Но забудем Эта игра очень многим похожа на Battlefield Однако в графической части она намного проще И менее требовательна И именно это дает ей возможность быть на голову выше Так как самый древний компьютер сможет потянуть эту игру Вышедшую в 2017 году Да еще и новенькую Так что зайдите, я думаю, вам должно понравиться Игра как раз тут пиксельная Но это никак не портит геймплей Так что зайдите, я думаю, вам должно понравиться Paint Without Red Это, знаете, довольно миленькая игра с пиксельной графикой Поверили? Хе, конечно Не надо мне верить, никогда не верьте Это дикая игра, в которой вы будете устраивать дичайшую бойню в баре Это будет очень эпично Вы будете бить квадратные рожи своим противникам И главное, вы не поним... То есть, вы не понятны, зачем вы их избиваете Но это же весело Брать бутылки, кидать им, засовывать им шарики от Келли В ихние отверстия, да Да, мои фантазии Да ладно, это шутка В общем-то, игра безбашенная Вам тут надо просто избивать всех подряд разными способами И это очень даже интересно, так как это очень сбрасывает вашу злость после большого рабочего дня Так что стоит попробовать вышедшая игра в 2015 году Я думаю, поможет вам успокоиться И все, она довольно-таки веселая Следующий игр под названием Night in the Woods Это платформер про кошку Мэй, которая решила вернуться домой с учебы Ну, она решила провести свои последние деньки беззаботной юности дома со своими родными А, да, если ты не понял, почему кошка решила пожить у себя в городе Типа, почему у нее нет же это хозяин Ну, это типа игра наподобие Да, бля, это Барбоскин Это типа Барбоскин Там тоже свой мир И там собаки живут, как будто бы это люди Я не понимаю этой логики, так что забейте Собственно, в городе все очень сильно изменилось И в лесу спряталось что-то таинственное И очень-очень страшное Как раз да, игра вышла в 2017 году Она тоже относительно новенькая Так что скачайте, попробуйте Я думаю, вам должно понравиться И очень страшное спряталось в лесу На следующем месте игра по названию Mark of the Ninja Это очень быстро И в то же время, скажу я вам, ребятки Очень вдумчивая игра, в которой вам надо будет подумать Это у нас стелс-игра про ниндзя У которого клан распадается Его клану конец И он, собственно, чтобы его клан не распался Не умер, чтобы у него все было хорошо Вам придется следить за своими врагами И манипулировать ими всякими разными способами Понятное дело, ниндзя Игра стелс и в то же время очень даже живая То есть вам тут надо очень быстро двигаться Очень быстро на что-то реагировать И в то же время нужно сидеть в каких-то местах Очень долго выжидать противника Довольно хорошее сочетание И довольно интересная игра, которая вышла в 2012 году Так что попробуйте Я думаю, вам должно понравиться Игра довольно достойна вашего внимания Следующая игра по названию Pillars of Injury Это ролевая игра с открытым миром Действия происходят в вымышленном мире И в игре очень, чуваки, хорошая тактическая боевая система То есть вы можете остановить бой И раздать приказы подчиненным Да, огромная карта с множеством дополнительных квестов И графика не обидит, чуваки Графика достойная и понравится многим игрокам Тем более игра вышла в 2015 году С очень хорошей графикой И да, в игре произошел какой-то полный пипец И чтобы выяснить, что произошло Ну просто вы это выясните по ходу игры Так что скачайте и попробуйте Как я уже говорил, вышла в 2015 игру В 2015 году Да, я не я, если не ошибусь Так что все, чуваки, погнали к следующему месту Следующая игра по названию Door Kickers Action Squad Тут вы будете играть за главного И будете руководить более тремя оперативниками Ну, руководить вы будете своеобразно Но у каждого свои методы, у каждого свои стили Собственно, продумывать все ходы И вам нужно будет добраться до комнаты с заложниками До того, понятное дело, как их убьют Игра довольно-таки захватывающая Экшен, да, на самом деле нет Но она просто хорошая Так что скачайте ее Дайте шанс игре, вышедшей в 2014 году Так что хорошей вам игры А мы переходим к следующему месту На следующем месте у нас игра по названию Door Об этой игре многое сказать нельзя Это очень даже красивая и приятная По графике сказочная адвенчура Без элементов насилия и крови А в наше время такие элементы встречаются почти что в каждой игре За это, я думаю, ее надо ценить Потому что тут довольно интересная игра Довольно приятная графика Довольно приятный сюжет Интересный геймплей А главное, она вышла в 2017 году И она на слабой ПК Это, мне кажется, идеально Так что скачайте, попробуйте А мы переходим к следующему месту Это выживание без зомби, ребят Игра называется Savage Lands И не торопитесь расстраиваться От того, что тут нету зомби Вместо зомби тут есть гиганты, драконы и скелеты И многие другие уродцы Ну, как вы любите И добро, не забудь взять с собой топор в бой Потому что, ну не руками же ты будешь бить дракона В общем, игра довольно интересная Тут вам надо будет выживать При этом еще избивая драконов, скелетов и гигантов Но гигантов будет избивать сложно Так как вы такой же низкий, как Джарахов Ха, шутка Типа, Джарахов низкий Вы не достанете до гиганта В общем-то, игра вышла в 2015 году И я думаю, она понравится любителям выживания и мордебоя Так что, скачивайте На десятом месте игра по названию Novus Inceptor Это очень красочная и крутая песочница Тут есть много разных моментов Как и песочных моментов, где вы можете что-то строить Как-то обороняться Так и RPG-моментов, как, например, прокачивание своего персонажа Вам надо будет изучать этот прекрасный И очень, как раз таки, насыщенный красками мир Первый раз вижу такую реально насыщенную и красивую игру И да, в этой игре вы сможете умереть не только в бою против какого-то монстра А еще и от старости Да, это очень круто То есть, это прям проработано То есть, вы даже от старости умереть можете Игра вышла в 2015 году И вам определенно стоит в нее попробовать поиграть А вот уже продолжать Это уже ваше решение На одиннадцатом месте игра по названию Mad Riders Более 45 великолепных траж ждут вас в этой аркадной годке По бездорожью, скорости, безумные трюки Вот что вам может дать данная игрушка В общем-то, неплохой аркадный симулятор-гоночек Который вам надо будет выполнять довольно-таки безбашенные и сложные, я вам скажу, трюки Вышедшая игра в 2012 году Хороша по графике и достойна побывать у вас на компьютере Так как у нее очень низкие требования А все остальное у нее отлично Так что скачайте и обязательно попробуйте А на двенадцатом месте игра по названию Корсары 3 Ветер Свобода Это сюжетное дополнение для оригинальной части Корсары 3 Это дополнение добавляет в игру очень много различных квестов Очень много маленьких квестиков, которые очень влияют на прокачку персонажей и все такое Захват кораблей, караванов и больших грузов В общем-то, вот что добавляет этой квестики Вы сможете захватывать корабли, караваны Грабить большие грузы И все это ждет вас именно в этом дополнении для игры Корсары 3 По поводу игры, скачайте и узнайте Она вышла в 2009 году Это, по-моему, самая старая игра именно в этом топе Так как топ сам по себе очень даже новенький Мне кажется, это круто Достойно лайка Потому что сейчас очень сложно найти новые игры И при этом для слабых ПК И при этом с хорошей графикой и неплохим сюжетом Так что игра достойная Скачайте, попробуйте Да Ну и что ж, всем спасибо за просмотр С вами был снова Эден Лайт Это у нас был новый топ-12 игр для слабых ПК Я надеюсь, он вам сильно понравился Так как я над ним старался Старался добавить частинку юмора, всего такого Не забывайте ставить лайки, писать комментарии А то часто бывает такое, что лайки ставят, комменты пишут А на канал не подписаны Это на самом деле плохо, так как подписки это очень важно И колокольчик тоже нажмите А то Ютуб не присылает иногда оповещения И это плохо, потому что ролики бывают не просматриваются Аудитории Так что обязательно нажми на колокольчик Ну на всякий случай Так что всем спасибо за просмотр С вами был снова Эден Всем пока, бро Бролайк поставь и подпишись Колокольчик снизу Ты не забудь Репост нажми Скажи друзьям Нашел я игры на свой ПК Бролайк поставь и подпишись Колокольчик снизу Ты не забудь Репост нажми Сказал друзьям Нашел я игры на свой ПК